всем привет с вами Эд и мы находимся в тренажерном зале RespectFit и сегодня я хотел бы вам показать несколько упражнений на прокачку рук которые я считаю эффективными или же которым я просто даю предпочтение руки лучше качать вместе то есть в одну тренировку так лучше будет кровяностое насыщение одну и в принципе драйва побольше первое упражнение которое сейчас продемонстрирую называется 21 шикарное упражнение задет делается в разных точках амплитуды бицепса так что вы сможете задействовать все волокна поехали упражнение выполняется как я уже сказал в трехфазовых амплитудах то есть сначала мы делаем в верхней амплитуде затем мы делаем в нижней амплитуде и затем мы делаем в полной амплитуде название 21 оно приобретенное от того что мы делаем по 7 повторений в каждой точке амплитуды хват у вас может быть как широкий так и узкий в зависимости на которые из головок то есть внешний или внутренний бизнес а вы хотите с акцентрировать свое внимание поехали достаточно сделать 3-4 подхода повторения как вы уже поняли будет 21 в каждом подходе я считаю это одно из упражнений с которых надо начинать потому что очень хорошо задействует весь бицепс после которого можете уже делать следующие последующие упражнения либо на пиковое сокращение либо на внешне или внутреннюю или набросали второе упражнение на бицепс которое хотел бы продемонстрировать это концентрированный делается упражнение поочередно на каждую руку неспроста называется концентрированным потому что вы должны здесь очень внимательно отдавать предпочтение своей технике нежели рабочему весу то есть в верхней точке мы концентрируем нагрузку делаем небольшую паузу и разгибаем до конца вниз мы не бросаем то есть в негативной фазе мы должны очень четко следить чтобы напряжение не терялось делаем по 3-4 подхода по 18 повторений диапазон примерно такой опять же каждому человеку по разному это упражнение больше сконцентрировано уже на пик то есть неспроста мы делаем пиковое сокращение вверху поехали также это упражнение можно выполнять положение стоя надо для людей которые более уже скажем по опытнее потому что здесь нужно очень четко чувствовать технику движения то есть вы должны контролировать каждую фазу позитивно и так и негативно сам закончили переходим к трицепсу 30 уже как всем известно мышца которые отвечают за разгибание руки поэтому во всех упражнениях на 30 мы должны изолировать движение руки от плеча до локтя то есть в основном вас должно работать вот плеч и лучевая часть руки в данном упражнении развивания каната мы будем разогревать 30 спирт базовыми упражнениями это упражнение больше изоляционная поэтому с него я предпочитаю начинать делаем тоже 3-4 подхода с диапазона 12-15 повторений можно и меньше опять говорю каждый человек решает сам также есть множество вариаций выполнения этого упражнения то есть мы можем делать больше на сконцентрировать внимание на латеральная часть головки трицепса или же на длинной головки для этого мы должны взять канат повыше и разгибать его вертикально вниз без разведений в сторону опять же это нужно менять в течение тренировочного процесса варьировать хват разный сейчас я продемонстрирую как это делается на длинную головку трицепса так как мы размялись уже на канате можно приступать к более базовому упражнению которое называется разгибание гантелей за головой упражнение простое здесь главное держать ту часть где находится трицепс неподвижный опускаем под углом 90 градусов руку за голову и разгибаем ее так чтобы тоже локоть нас не изменялся в положении делаем тоже 34 подхода в диапазоне от 8 до 12 повторений в негативной фазе то есть когда мы опускаем руку на вдохе мы чуть-чуть замедляем движение и когда мы разгибаем на выдохе движение чуть быстрее то есть негативная фаза должна быть это на секунду дольше вот я продемонстрировал четыре упражнения на прокачку бицепса и трицепса которые считаю самыми эффективными это была тренировка рук всем удачного кача пока